Если раньше вы слышали про улицу светлую, без электроосвещения, про улицу асфальтовую, без соответствующего дорожного покрытия, теперь знайте, в Новоалтайске есть микрорайон почтовый, без своего почтового отделения, потому что вот это решено закрыть. А без него никак в микрорайоне живут пенсионеры и многодетные семьи. При этом почтовое отделение перенесли в центр Новоалтайска. Идти до него теперь минут 30, а такой променад могут позволить не все. Вот, например, у Анастасии четверо детей. Она ходила на почту получать посылки и пособия. Прежде детей можно было оставить соседке, потому что времени на почте тратило немного. Доходило минут за 10. А сейчас как бы в центр, и там очень народу много, где сейчас у нас почта находится, и очень долго ждать приходится. Там очереди, просто люди будут на улицах стоять, вот сейчас зимой мерзнут, ждать пока хотя кто-нибудь выйдет. Тем более сейчас карантин, как бы много нельзя народу заходить. Ну, хорошо я на карту получаю, ну а люди-то ведь получают, ходят на почту пенсию. У меня соседи инвалиды, мама с дочерью. И, конечно, им туда добираться очень трудно будет. Но в Почте России нам сказали, что отделения являются порой, цитата, важнейшим звеном множества сфер жизни. Поэтому в компании не планируют закрывать их повсеместно. В данном случае ситуация нестандартная, новое помещение уже ищут. В связи с тем, что здание, в котором расположено отделение почтовой связи, признано аварийным, городской администрации было вынесено постановление о необходимости переезда в другое помещение. На данный момент документы, необходимые для переезда, находятся на согласовании. Цифровизация опережает сознание. Мы уже готовы выдавать пенсию в электронном виде, но многим еще необходимо прийти и забрать ее наличными. Радует, что хоть какая-то офлайн-инфраструктура в микрорайоне Почтовом развивается и меняет старое на новое. Андрей Дреер, Алексей Фридин. День с толком.